Всем привет дорогие друзья! В предыдущий раз мы завершили верстку нашей страницы по макету и сейчас здесь все выглядит очень красиво как вы видите и мы даже сделали некоторые интерактивные элементы такие как слайдер и также мы сделали портфолио с фильтрацией и они уже работают но теперь нам нужно сделать адаптивную версию и начнем мы с того что сделаем сначала для версии поменьше экраном и это что-то наподобие планшетов больших планшетов 10 дюймовых и смотрите с чего я начинаю делать адаптив для начала я открываю наш макет после этого включаю инструменты разработчика здесь есть такой вот значок toggle device toolbar нажимаем на него и у нас появляется возможность отслеживать как выглядит наша страница на любом другом устройстве и вот здесь можно выбирать какие-то готовые устройства или же можно самостоятельно настраивать ширину экрана и смотрите я сейчас предлагаю поставить айпад это у нас 10 дюймовый планшет и сделать адаптивную версию для него после этого мы также сделаем для например galaxy s5 это совсем маленькая такая вот мобильная версия с маленькими экранами и этого будет в принципе достаточно все остальные устройства они в той или иной степени похоже и должно все выглядеть довольно качественно поэтому сейчас выбираем здесь айпад и для начала смотрим что у нас здесь не так мы сразу видим здесь какая-то огромная белая полоса справа появилась давайте полистаем здесь в принципе вроде бы все неплохо выглядит вот эти карточки можно будет даже наверное поставить по две карточки потому что у них слишком много остается свободного пространства наша фильтрация также здесь работает и выглядит нормально вот эти вот карточки тоже можно сделать немного уже и поставить между ними отступ далее у нас вот первое неприятное место это у нас наш слайдер мы сразу видим что он у нас выглядит неправильно и это нужно будет исправлять далее у нас наш раздел блок тоже здесь вот эти вот изображения выбиваются и из-за этого здесь как раз таки появляется большая белая линия форма у нас здесь в принципе нормальная но можно вот здесь добавить отступ между вот этими инпутами и в принципе то и все сейчас посмотрев на эту страницу мы выявили все места где у нас какие-то неправильные ошибки появились и давайте их устранять вот это вот изображение проще всего устранить следующим образом можно сейчас сделать браузер вот таким вот образом для того чтобы можно было одновременно писать код и сразу же видеть результат давайте найдем вот этот раздел блок где у нас наши изображения и что я предлагаю сделать вот здесь для наших трех изображений нам нужно поставить дополнительный класс это бутстраповский класс называется он emg fluid сохраняем и мы в принципе сразу видим у нас ушла вот эта огромная белая полоса справа это уже хорошо и в принципе здесь на этом этапе все выглядит довольно неплохо пока что мы этот раздел оставляем сейчас предлагаю пофиксить самые крупные косяки например вот этот вот слайдер и также здесь наше меню нужно будет сделать адаптивным чтобы она сворачивалась и появлялась кнопка с гамбургером на мобильных устройствах вы наверняка так увидели и меню будет после этого выпадать это самые сейчас наши две основные цели а уже после этого мы посмотрим что еще здесь можно изменить так как у нас нету строгого макета с адаптивной версией мы здесь делаем просто довольно красиво и аккуратно все так как нам нравится поэтому здесь возможно мы какие-то отступы изменим например сделаем эти колонки немного поменьше и тому подобные вещи это уже на свой вкус но самые главные вещи это конечно вот такие вот серьезные моменты которые нельзя никак оставлять поэтому давайте сейчас займемся слайдером если мы перейдем на страницу с документацией от слик слайдера то мы увидим здесь один из примеров который показывает как сделать адаптивную версию этого слайдера нам нужно добавить просто в нашу инициализацию вот такой параметр responsive это массив который содержит в себе объект или же другие объекты их может быть несколько для разных экранов то есть как вы здесь видите точка 1024 пикселя потом следующая 600 установлена и 480 таким образом можно настраивать наш слайдер под разные размеры экрана скопируем давайте вот этот вот фрагмент кода здесь ставим запятую и добавляем вот этот параметр он у нас здесь массивом поэтому нам нужно массив закрыть и после этого в принципе мы можем сделать beautify файл чтобы все у нас красиво выглядело и здесь что я предлагаю сделать нам надо поставить слайды на странице 2 и чтобы перелистывалось тоже по 2 слайда вот таким вот образом сохраняем и смотрим и смотрите вот таким вот простым образом мы буквально добавили сюда несколько строк в инициализацию и наш слайдер уже выглядит отлично то есть теперь как вы видите у нас по 2 слайда на странице и вот так вот все это выглядит не выбивается абсолютно из макета и очень красиво вписывается в общую картину теперь давайте перейдем к нашему меню и нам нужно здесь поработать сейчас над этим меню и так давайте для начала напишем небольшой скрипт я уже его показывал в своих видео уроках по джава скрипту но сейчас мы это быстренько еще раз сделаем и вспомним для того чтобы наше меню при нажатии на ссылки плавно передвигалась до нужного нам раздела в этом файле у нас уже есть какое-то количество кода поэтому лучше разделять комментариями все чтобы было понятнее давайте напишем здесь портфолио а вот здесь у нас слайдер дальше у нас пойдет меню и сделаем мы следующее нам нужно выбрать для начала на jQuery наш элемент меню это у нас UL с классом меню можно здесь в этом убедиться вот он класс данный у UL списка далее у нас идет что ссылка A у которой href должен быть с помощью вот такого знака треугольничка и равно мы можем проверить есть ли в этой ссылке в href атрибуте какой-то символ если есть символ решетка в нашей ссылке то мы будем отслеживать нажатие по этой ссылке с помощью события клик и здесь указываем свою функцию и следующее тело у нее будет для начала создадим переменную target в которую мы запишем следующее мы запишем текущий элемент this по которому сейчас у нас было нажатие совершено enter получаем его атрибут нам нужен его атрибут href то есть ссылка теперь эта ссылка будет храниться вот здесь и смотрите что мы делаем мы делаем для html и body animate то есть анимация и здесь передаем объект у нас будет scroll top то есть проскроллить страницу и мы указываем здесь следующее target это наша вот эта переменная которую мы выбрали далее offset и top для того чтобы нам проскроллить в принципе весь наш scroll сейчас уже должен будет работать здесь нужно поставить еще запятую и вторым атрибутом передать время в миллисекундах за сколько будет происходить наша анимация также нам нужно сделать return false для того чтобы ссылка никуда не переходила на другие страницы а именно просто перебрасывала нас например ниже в нашем документе так как у нас одностраничный сайт теперь в html нам нужно сделать следующее вот здесь для всех этих ссылок нам нужно указать куда они будут переходить и мы указываем просто здесь все эти наши названия и вот таким вот образом здесь мы в принципе все настраиваем холм здесь главное можно поставить просто слэш теперь нам нужно добавить идентификаторы вот такие же для всех этих наших блоков вот здесь раздел сервис мы добавляем ему id about далее ищем следующий раздел и добавим ему сервис и так далее проделываем со всеми остальными этими разделами после того как мы добавили все эти идентификаторы и в меню указали вот такие вот ссылки мы можем сейчас проверить это все на нашей странице давайте по порядку переходить по этим ссылкам мы видим что у нас плавное перемещение происходит следующий раздел далее у нас портфолио как вы видите все прекрасно работает после этого у нас идет блок и последний это контакты вот мы переходим на контакты здесь у нас в меню не все ссылки то есть вы видели что у нас вот этого раздела team нету можно его добавить по желанию если вам хочется но по макету почему-то это не было предусмотрено вот этого раздела тоже в макете не было в меню но конечно же их все эти разделы можно добавить теперь также предлагаю вот здесь в нашем скрипте добавить еще следующее нам хочется немного как-то отличать вот эту ссылку которая сейчас нажата то есть активная в данный момент и что мы сделаем давайте для начала мы выберем все эти ссылки в нашем меню и добавим им css свойство которое будет у нас color и мы изменим color на такой цвет который у нее по умолчанию по умолчанию это вот такой цвет мы его брали из макета и здесь мы его устанавливаем а для текущей нажатой ссылки то есть this мы указываем следующее также добавляем ей css свойства также это будет color и давайте укажем такой цвет сохраним сейчас и посмотрим вот мы переходим по меню и у нас ссылка изменяет свой цвет теперь видно что это активная ссылка если мы перейдем на другой элемент то мы видим что все остальные у нас стали как по умолчанию а текущий изменил свой цвет и это все прекрасно у нас работает в нашем меню таким вот образом то есть мы сейчас полностью свой скрипт меню написали теперь нам нужно сделать чтобы это меню у нас сворачивалось а не занимало так две строки здесь у нас будет оставаться просто логотип и такая иконочка развернуть наше меню оно у нас будет вниз разворачиваться и мы сможем по этим ссылкам переходить также я нашел вот такую вот иконку home домашняя страница давайте ее скопируем и вот здесь просто поставим иконку так будет намного красивее в принципе это мелочь но тем не менее внешний вид очень большую роль играет также перед тем как делать само меню я заметил что если мы вниз пролистываем то довольно долго листать все обратно и можно сделать кнопочку пролистывания вверх вот здесь например внизу справа и смотрите что мы для этого сделаем мы в body в любом месте в самом начале или в конце добавляем div с идентификатором to top и в него я поместил просто такую вот иконку посмотрел я ее вот здесь на сайте это вот такая стрелочка вверх далее в стилях для идентификатора to top я написал вот такие вот свойства z-индекс максимальный чтобы она всегда была сверху ширина и высота по 40 пикселей границу убрал увеличил немного шрифт далее поставил закругление по краям фоновый цвет сделал вот такой зеленый как у нас основной у кнопок все это у нас по центру небольшой padding position fixed и мы ставим bottom right по 10 пикселей то есть чтобы она была вот здесь у нас снизу курсор pointer при наведении также display none то есть изначально ее не видно и цвет текста черный сейчас как вы видите у нас появляется эта кнопка но она появляется только после добавления вот таких вот еще скриптов в наш файл js с смотрите вот этот вот первый элемент у нас срабатывает при скролле то есть если мы сейчас вот это все уберем то у нас кнопка как вы видите никуда не ведет но это работает таким образом что когда мы в самом верху страницы находимся то есть вот это условие scroll top 0 то у нас скрывается наш элемент мы его не видим как только мы пролистываем немного ниже наша кнопочка появляется вот она у нас кнопка а второй наш фрагмент он срабатывает именно при клике на эту кнопку и делает он следующее scroll top просто до верху то есть до нуля он пролистывает это примерно так же как мы в меню вот здесь писали scroll top и указывали до какого именно раздела нам нужно пролистывать здесь мы пролистываем в самое начало вот такой вот простенький скрипт на jQuery и как вы видите он полностью работает плавно пролистывает вверх и наша кнопка сама исчезает если мы находимся в самом верху давайте начнем делать наше меню и смотрите что я предлагаю для начала для начала давайте его скроем в тот момент когда у нас ширина будет 1024 пикселя и наше меню будет исчезать в такой момент и нам нужно будет вместо него подставлять иконку давайте перейдем в стиле и напишем медиазапрос медиаскрин и здесь указываем max width 1024 пикселя теперь что у нас будет происходить наше меню nav полностью будет скрываться то есть display none сохраняем и мы видим что оно у нас исчезает именно при такой ширине экрана если у нас будет во весь экран то как вы видите у нас наше меню есть поэтому все отлично сейчас работает давайте дальше продолжать теперь нам нужно зайти вот сюда и добавить кнопку с иконкой иконку я уже нашел вот она вот такая вот скопируем сразу эту иконочку и сделаем следующее я предлагаю ее добавить вот сюда рядом с логотипом добавить ей класс меню icon и поместить внутрь нашу иконку сохраняем и мы видим следующее как вы видите у нас здесь самое лучшее место для расположения данной иконки теперь в стилях нам нужно дополнительно указать следующее также вот здесь давайте дополним класс logo bar и вот этот класс нам нужно сделать его display flex смотрите для чего мы делаем его display flex теперь у нас наша кнопка стала как вы видите немного по другому выглядеть и мы можем эти элементы двигать например мы можем поставить justify content space between если мы это сделаем наша кнопка автоматически переносится направо а логотип налево это как раз то что нам и нужно и так же мы теперь можем оформлять нашу иконку пишем меню icon и делаем следующее background нам нужно выставить вот этот вот наш основной цвет далее border поставим none сделаем font size 25 пикселей ширина 50 высота 50 и курсор pointer вот таким вот образом и видите наша иконка стоит не по центру вместе с логотипом чтобы это исправить вот здесь мы добавляем align items и ставим центр теперь они по вертикали у нас выровняться и все у нас прекрасно выглядит вот таким вот образом вот здесь конечно же у нас size немного emit неправильно поставил конструкцию и теперь размер шрифта у нас увеличился вот так вот мы сделали сейчас нашу вот эту вот иконку она у нас будет появляться именно на вот таком размере экрана то есть 1024 пикселя и меньше и как вы видите все очень красиво выглядит с нашим меню но нам нужно еще сделать чтобы оно оно у нас открывалось именно при нажатии на эту иконку также на скриншоте показано дополнительные две строчки кода которые я сразу забыл добавить но потом заметил без них у нас эта кнопка будет видна на любом размере экрана но нам же нужно чтобы она появлялась только на точке экранах шириной 1024 пикселя и меньше поэтому изначально ее нужно сделать дисплей нон чтобы скрыть а уже при такой ширине эту кнопку нужно показывать теперь нам нужно сделать самое интересное чтобы при нажатии на нашу кнопку происходили все действия а именно у нас появляться будет меню будет оно уже не в строку а по вертикали и также вот здесь будет появляться у нас крестик по крайней мере я так запланировал теперь давайте здесь я добавлю новый комментарий выпадающее меню и нам нужно сделать следующее мы для начала отслеживаем нажатие по этой кнопке она у нас с классом меню icon поэтому мы вот так вот проверяем клик и делаем функцию функция у нас будет следующая для начала нам нужно сделать появление нашего меню то есть мы выбираем наш тег nav и добавляем ему слайд тоггл за 500 миллисекунд то есть за полсекунды сохраняем и смотрите у нас сейчас уже работает в принципе наше меню как вы видите оно у нас и скрывается и появляется плавно выпадает теперь нам нужно сделать его чтобы оно было по вертикали у нас списком для этого мы для тега ul должны установить display flex и flex direction то есть чтобы они шли друг под другом если вы помните мы в стилях прописывали в самом начале для ul или display block поэтому сейчас мы можем это исправить здесь уже и делаем мы это таким образом мы выбираем наш тег ul css и добавляем ему такие вот свойства display ставим flex и flex direction мы делаем column сохраняем и смотрим сейчас как вы видите у нас уже наше меню выглядит так как мы и хотим далее мы добавим следующий функционал наша кнопка должна поменять свою иконку на крестик и наоборот для этого мы добавляем условия if и проверяем нашу иконку нам нужно проверить ее содержимое получаем мы его с помощью метода html и проверяем содержимое нашей иконки совпадает ли оно с вот этой вот иконкой которая сейчас у нас там выставлена мы здесь в кавычках указываем эту иконку и проверяем если у нас такая иконка установлена как вот сейчас по умолчанию то мы делаем следующее нам нужно поменять ее указываем this то есть для этой же кнопки мы меняем html содержимое и здесь нам нужно указать новую иконку новую иконку я вот подобрал с вот таким вот крестиком копируем ее и вот сюда просто добавляем теперь сохраним и посмотрим вы видите что у нас крестик появляется но обратно он не исчезает для того чтобы это было мы делаем else то есть в противном случае и меняем обратно на ту же иконку которая у нас изначально выставлена вот здесь мы просто заменяем тело сохраняем и теперь вы видите что у нас иконка меняется с вот этой вот менюшки на крестик и наоборот с крестика на менюшку мы можем раскрывать наше меню переходить по нему все у нас прекрасно работает как вы видите скрывается раскрывается также мы сделали вот эту вот кнопку для перемещения в самый верх и полностью адаптировали в принципе наше меню теперь здесь остались небольшие мелочи давайте взглянем что мы можем еще улучшить для планшетной версии нашего сайта например можно вот эти вот иконки сделать чтобы они влазили по 2 на страницу так будет намного приятней внешне это все для этого мы пишем здесь call md и 6 для вот этих вот наших блоков мы добавляем еще один класс то есть для больших экранов они будут по 3 колонки занимать а для вот таких вот средних они будут занимать по 6 колонок то есть их будет влазить по 2 штуки на странице теперь посмотрите если мы сохраним они действительно встали по 2 на страницу а если их например нечетное количество как здесь она просто встает по центру вот так вот аккуратно это все выглядит далее в принципе для сервисов можно сделать наподобие этого давайте так и сделаем вот здесь я сразу же выставляю курсор во всех местах где у нас данный код и добавляю call md 6 и как вы видите у нас теперь наши вот эти колонки карточки также встают по 2 штуки на странице и таким вот образом можно в принципе поменять все что необходимо можно сделать их и по 3 например но по 3 уже на таком маленьком экране они будут не очень читаемые поэтому я думаю 2 это самый оптимальный вариант с портфолио можно в принципе провернуть то же самое и это будет наверное правильно добавляем для наших изображений в портфолио call md6 и мы видим что сейчас они немного друг на друга налазят для этого находим в портфолио EMG и ставим max with 100% чтобы они занимали столько места сколько у них в колонке предоставляется и теперь как вы видите они у нас очень красиво выглядят и никуда наружу не вылазят в принципе все остальное здесь также работает все вот эти вот наши функции которые мы писали они полностью рабочие давайте перейдем дальше в цены в тарифы и можно сделать здесь следующее в тарифах мы тоже выбираем все эти карточки и добавляем им дополнительные классы поставим call md6 теперь у нас по две карточки на странице и им снизу нужно добавить отступ чтобы они не были вот так вот склеены друг с другом давайте добавим этот отступ и добавить мы его можем очень просто наш класс price находим его здесь в стилях и добавляем ему margin bottom 20 пикселей например теперь здесь есть у нас вот такой вот отступ и все очень красиво выглядит переходим дальше у нас идет здесь слайдер слайдер мы уже сделали и никаких здесь изменений больше нам не требуется блок можно настроить немного чтобы у нас вот эти вот элементы с текстом не имели такой большой отступ сверху и вот у нас для класса блок выставлен margin top 60 пикселей давайте скопируем этот код и здесь добавим его в нашей адаптивной версии для планшетов мы поставим например 10 пикселей сохраним и мы видим что наш текст сейчас стоит здесь сверху аккуратно и он наружу картинок наших не вылазит вот таким вот нехитрым образом очень быстро мы сделали еще один блок как вы видите здесь основные сложности составляют именно вот такие интерактивные вещи как вот эти кнопки меню все вот эти вот скрипты на javascript и на jQuery а все остальное здесь уже очень быстро настраивается и просто буквально одно свойство нужно изменить в медиа запросах чтобы все выглядело красиво теперь контакты у нас здесь в принципе все отлично кроме вот этого момента с нашим input нужно добавить ему просто отступ снизу input и через запятую footer text area мы установим им margin давайте margin top 20 и margin bottom тоже 20 для того чтобы они были одинаковые то есть если мы поставим например снизу обратите внимание что сейчас вот здесь неравномерные отступы но если мы добавим и сверху у нас произойдет схлопывание этих отступов то есть они не будут суммироваться не будет здесь между ними 40 пикселей будет именно 20 пикселей но как раз таки будет и сверху и снизу равномерно и вы видите сейчас что действительно все красиво выглядит наша форма теперь также настроена вот так вот как вы видите здесь довольно все просто медиа запросов у нас получилось очень мало для планшетной версии больше мы работали здесь со скриптами но мы проделали сегодня очень большую работу сделали адаптивную версию для планшетов очень много интерактива добавили и теперь все у нас красиво работает в следующий раз мы будем делать адаптив для мобильных устройств и на них уже будет нам намного проще потому что вот это меню например уже работает все вот эти кнопки которые мы сегодня добавляли нам нужно будет там только подкорректировать какие-то отступы также посмотреть чтобы все корректно отображалось и это будет очень просто я надеюсь вам понятен принцип как вообще создается адаптивная версия здесь нет ничего сложного сначала мы сделали обычную версию мы находим какие-то проблемные места исправляем их постепенно и уже после этого у нас вот такая вот красивая версия для планшетов как вы видите очень хорошо все здесь выглядит и мы я думаю с нашей задачей полностью справились я надеюсь данное видео вам понравилось и было полезным в таком случае обязательно оценивайте видео делитесь с друзьями в комментариях не стесняйтесь задавать вопросы если у вас таковые имеются ну а я с вами прощаюсь до скорых встреч в следующих видео уроках